ну что всем доброго дня сегодня у нас махов махов двадцатый год 3 литровый турбодизель он у нас уже евро шестой смочевины пробег у нас семьдесят семь двести тридцать четыре работы работы будет проводить следующий коллектор впускной чистка то есть съем установка сажев фильтра удаления отшиваем блок управления и меняем масло в раздачной коробке сейчас расскажу предысторию маленькую хозяин этого авто решил поставить фаркоп и фаркопу мешался бачок мочевины это понял там слева вот он мешался и где-то нашел какого-то деятеля который говорит не беда я смогу тебе удалить и отшить только мочевину и все остальное будет прям вообще шикарно и прекрасно вообще не парься больше у тебя проблем не будет но видимо этот парень который занимается этим уже сделал такого очень много потому что у меня уже третья история то есть на новом мохаве уже третий случай которые решили уже снять показать когда забивает всю систему от начала до конца после чего когда они все вроде бы прекрасно но единственная появилась проблема что при резком ускорении она стала постепенно нарастать стало все больше 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 при резком ускорении коробка стала подпины вать дергаться после чего то есть не знаю обращался к нему там не обращался не знаю но обратился к другим по коробке сняли коробку разобрали сказали в целом все хорошо прекрасно но вот есть целлиноид который вроде бы как ну может выйти из строя и заменили его но ничего не изменил ничего не изменилось и вот он попал уже сюда не знаю как это на самом деле я не вникал во все весь этот процесс так поверхностно знаю как работает экология у евро пять евро шесть то есть как дожек прожиг единственное что я наверно знаю наверняка что одно без другого не работает то есть при прожиге сажевого фильтра или при его работе если мы оценяем один любой вот разъем датчика температуры и или что-то там не знаю датчика азота то есть твердых частиц то все ничего работать не будет вообще ничего не то есть либо это все работает вместе либо не работает . не знаю как это отшивается может быть на самом деле есть правда эта программа но у всех одно и тоже у всех одно и тоже со временем то есть по пробегу там 5 10 тысяч кто-то там проехал 20 тысячи говорит что машина умирает локу бог не все хуже хуже и хуже вот здесь будем делать комплекс то есть сейчас сняли впускной коллектор то есть он у нас из двух частей его сняли мыть будем чистим глушим клапан гигр полость отшиваем полностью всю мочевину игр все полностью отшиваем покажем как снимаем как вырезаем как отрезаем как все делаем смотрите вот у нас по коллектору впускному здесь вот у нас получается здесь форсунки вот он я вытащил вот мы сняли здесь вот здесь смотрите здесь в головочке все очень чисто и я думаю те клиенты которые у меня уже мы ли чистили это делали и они увидят и скажут анатолий дает цветочки это как бы вот то что было у меня вот это был ужас да то есть здесь такого прям массово такого грязи допустим у ребят было вообще прям в головке прям забито внутри входные каналы то здесь вот попроще что нужно чтобы провести полностью комплекс потому что многие пишут говорят что вы деньги получаете просто так это развод и так далее и так далее сейчас я вам объясню вот тут все окутано проводами и трубками как бы видите да что нам нужно снять нам нужно снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра нижнюю часть потом снять патрубок воздушного фильтра патрубок интеркулера трубку вентиляции картерных газов теплоэкран с левой гбц это тепло и шумоэкран проводочку датчик лямбда зонт трубку вакуумную тоже тепло шумоизоляция дроссельная заслонка фитинг клапан игр который у нас соединяет теплообменник и впускной коллектор небольшой жгут датчик давления который как раз показывает посажу что забита трубка подачи топлива трубка обратки трубка перехода из одной рампы в другую высокого давления трубка а под дачи и возврата топлива с тнвд и из топливной рампы трубка высокого давления подачи турбокомпрессора вот он сам малый коллектор вот он вот видите вот он забида там как бы вот кусками есть забита но это я вам скажу ерунда это еще все хорошо в принципе это все прекрасно то есть это не сильно теплоэкран снимаем турбокомпрессора и вот он наш самый основной красавец это пускной коллектор то есть у людей вообще здесь даже заслонки перестают работать ходить забивает все полностью то есть если здесь еще более-менее то моем так смотрите по прокладочка это все будет вымываться учатся здесь это еще как бы клиент заметил проблему на ранней стадии поэтому видимо все так сильно не забило нам необходимо я прокладочки малого пускного коллектора и 2 основного они резиновые на дори стайлинге нижние прокладки так как у нас сам коллектор и уже идет не текстолит а алюминий там стоят металлические то есть здесь уже все которые пошли после там 14 года все уже на резиновых прокладочка они также часто подтекают выбрасывает выкидываетесь за них поэтому мы их обязательно меняем сейчас задача у нас вытащить мочевину бочку она там отдельно у нас совсем полностью отдельно и вытащить каталик бочку там каталик и саживает вместе в одном пакете я вот сколько вижу то есть единственный по мне вот в практике удаление экологии это комплекс то есть это либо комплекс либо не лезь вообще потому что все кто пытались выкружить что-то оставить почему-то оказывается здесь не но они еще приезжают у нас не сервис не один на всю москву то есть я думаю что другие сервисы точно также обращаются с проблемами и также доделывают потом эту работу все смотрим как будет происходить дальше смотрите вот здесь стоит бачок мочевины вот видно трубка подачи мочевины вот на разъем замотали убрали электрический вот он фаркоп как бы вот фаркоп сюда прикручивать но видимо вот здесь он как-то чуть мешался я не знаю насколько он там выглядит я не помню просто не обращал внимание вот поставив фаркоп то есть они убрали дело в том что я хочу вас оградить всех от подобных действий потому что случаи все эти все чаще и чаще происходит происходит именно то что у нас люди им где-то что-то навязывают что-то говорят они делают работу и потому это а в итоге приходится переделывать еще раз так вот у нас смотрите вот этот бачок мочевины вот он у нас мы его снимаем все туда вытряхиваем слава богу его не нужно резать пилить просто насквозь здесь стоит чистым очевидно и вот она большая баночка которая вот до самого верха идет самое неудобное здесь два кронштейна один если видно спереди второй сзади точно такой же кронштейн стоит его отворачиваем и сверху три гаечки и отсоединяем датчик оксида азота вот он у нас кто не не знал как он выглядит вот они датчики датчик оксида азота твердых частиц вот он один второй стоят у нас уже здесь и форсунку вот она сама форсунка которая именно просит мочевина от нее отсоединяем разъем отсоединяем подачу трубочку вот здесь у нас на мочевинке трубка подачи такой интересный как на курточке сделала защелочки прям такие вот раз одна и с другой стороны вторая вот так раз и снимаем такой чехольчик то есть он вот так у нас защелкивается обратно ну нет это это защитный пыльник вообще от грязи и всякой но это сверху то есть он защищает пластиковую трубку вот здесь пластиковая трубка он защищает ее от температуры и все нажимаем на разъемчик и все снимается электрический этаж точно также снимаем все готово здесь делов на 5 минут все час откручиваем эту часть отворачиваем и эту часть отворачиваем пока машина свежая все будет откручиваться пойду проблем не возникнет так датчики оксида азота у нас оба стоят сзади поэтому это очень хорошо по бочке мы не будем ее пилить во первых это долго сложно муторно то есть это не ни к чему сейчас я ее просто откручу мне есть большой на перфоратор бур я прям буром его прохожу по поводу того что опять же сегодня подходил клиент спрашивает а мы говорит будем варивать пламя-гаситель пламя-гаситель это для бензиновых машин здесь может появиться легкий свист от турбины услышать в идеале можно поставить резонатор резонатор от того что вы там варить и ничего не будет толку то есть можно варить резонаторы все но я вам так скажу 99 процентов людей у которых просто выкидываешь и все пусто никто не жалуются вообще есть в моделях да в некоторых моделях где конструкция именно банки где стоит у нас каталик сажевый или мочевина могут издавать там свист или гул поэтому допустим есть так как такие как соренто тогда там я уже говорю что появится легкий свит если это обычный гранд старых там сейчас махов или что такое то нет смысла даже заморачиваться я знаю что никаких не будет звуков никаких вибраций поэтому все будет хорошо так резиночку сняли ну чё поехали снимаем эту химозу одна единственная здесь есть проблема ну сейчас она пока не проблема но в дальнейшем те кто наверное проезжает на них если проезжает с родной экологии 1200 300 что я думаю будет проблема там на приемной трубе вверху между турбиной и у нас уже этим самой баночкой есть три гайки 2 открутить возможно а вот третье ну просто если если не дай бог там будет какая коррозия или что-то подкрутите даже понятия не имею как отворачиваете то есть у меня в голове не укладывается что я буду делать тут пробег 70000 поэтому ну вот тоже вот эти все разъемы конечно никакой защиты ничего нет вот все вот здесь если утопить ее в грязи то здесь наверно вы курс навешали кучу электроники а то есть о том что это все может закиснуть здесь окислиться и замкнуть нет в голову никому не пришло то есть я так скажу у данного авто защита от каких-то внешних воздействий такие как грязь или что-то но абсолютно никаких нет да там они стараются там да все здесь ничего абсолютно ничего нет то есть голая рама на раме провода и все висит вот это да это это не датчик это основной разъем на псевдопривод у нас идет о нем мы говорили уже да какая-то палка что-то вот единственное что они сделали это на рулевую рейку то есть защиту ну сделайте вы еще побольше не знаю подлинче ну ну можно же чуть-чуть немножко как раз и кардан защищать быть да можно поставить полной защиты цель от начала до конца но это хорошо но не то будут проблем так и вот такая штука у нас полезла сюда здесь в этом отделе находится мочевина только мочевина и вот он перед нами предстал первый кронштейн который надо снять он у нас сделан из алюминия вот он на четырех болтах тоже так как все новое то есть проблем при снятии не возникает пока что да все четыре потому что она не совсем хорошо туда влазить не знаю что с этим получается сейчас все сделаем и будем тестировать как себя будет вести коробка сделали они лучше в коробке как они сказали вроде бы как ничего страшного не было сделали сделали лучше ну как бы не хуже хотя клиент утверждает что после ремонта никаких изменений опять же я так понимаю сейчас я отворачиваю я так понял коробку никто не снимал снимался гидроблок потому что при снятии коробки вот этот кронштейн все узлы они бы снимались на них нет следов откручивание значит коробка полностью не снималась на поддоне да видно был сразу как только ключом прикасаешься сразу оставить оставляет след тут я следов не наблюдаю руки что-то не идет все чаще и чаще сейчас махала свежие приезжают и минут с подушками конечно двигателя тоже у кого-то вытекает масло у кого-то прямо отваливается нижняя часть вот как болтик завода может крутить стуга самый вот это всегда то есть это всегда это обязательно неудобный самый верхний неудобный болт он крутится тяжело почему 3 открутились идеально а четвертый не хочет самый неудобный вот он нож кронштейн 1 20 09 15 24 интересно левый написан закодировали что-то так а второе будут ворачивать другой стороны они одинаковые с двух сторон ну хотя бы уже спасибо они поставили доступе то есть есть возможность открутить тут одна проблема только это вот гаечка который там не в этом дело он наверное стал отходить и поэтому начал баловаться то есть такое ощущение что я ослабил последний четвертый болт его стало зажимать как будто вся конструкция отошла в сторону и все оставшиеся болты которые я изначально ослабил из зажала небольшая деформация и все крутились рукой когда игра открутил нижний болт ослабил все сразу стало напряжение там уже до турбине непосредственно у нас скрипт до последнего но этого не будет потому что видимо как-то сборку узла происходило немножко заводишь то есть если сверху ослабить если там сверху ослабить болты то гайки то все пойдет 20 0 9 20 15 24 а там тоже 24 или 23 смотри помечены цветом тут желтый синенький это же левый написано с другой стороны правый это для идиотов чтобы не перепутать как ставить ладно хотя так попробуй заснять эту великолепную гаечку вон она вверху вижу гаечку видишь красавицу это которая очень и очень неприятно отворачиваться нет ты снимаешь верхнюю нижнюю надо вон она чуть пониже вот она да вот она красавица но есть плюс гайки сделаны из нержавеющей стали именно на на тот случай что если вдруг будет коррозии чтобы она не изменила свою форму при эксплуатации допустим как это происходит с другими гайками обычными да если у нас было там на 19 то сейчас там уже восемнадцать половиной еще через 100 тысяч это будет уже гайка подключена 17 то есть она обгорает он происходит такие вещи то с нержавеющей стали такой проблемы не произойдет сейчас надо будет залезть туда а я кстати стульчик да 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 стульчик я был ставящим залазь я в прошлый раз ставил стульчик вот они у нас зала на него гаечки и туда смотрите они так наварили здесь сварочный шов что головка 1 4 не садится то есть она мешает вот смотрите она встает на перекос то есть она мешается там еще хуже такими стульчиком прошлый раз пользовался чтобы залезть подальше от бампера для тех кто скажет что сейчас что-то сломается или лопнет не лопнуло за 10 лет не раз ни у кого не лопнуло все прекрасно может быть у меня небольшой вес поэтому ничего не лопнуло если начнет писать кто-то что сейчас все сломает панель это уже все десятки раз испытано все держится все прекрасно затянуто конечно они хорошо сейчас возьмем этот вороточек самое главное чтоб головка была штигранная и головка была не разбита то есть второго шанса она вам тут не даст не будет на откручивание этой штуки пошла вот такая гаечка из нержавеечки прям выглядит на все сто а тут тут все тут не встает тут нужно 3 восьмых сейчас найдем друга одного и возьмем не головку 3 восьмых анвар и нет нет не хватает нам перекидывать можно конечно взять трещотку но риск слишком велик тише едешь дальше боишь отошло сорвалась так пусть мы не отворачиваем все она пошла крутится можно разобрать жабло но особо много она не даст это первое второе машина новая не хочется то есть все вот прям просто после первой разборки все мы прекрасно знаем что на место все не станет завода ну пусть пластик если везде все встанет но вот это вот жалко то есть это все приклеено все стоит на местах это очень жалко что это все будет изменить свои поэтому я не буду трогать я буду брать обычный вот такой накидной еще у меня был там на 12 приваренный где-то я брал это вообще для д4 еб было 12 короче весь инструмент приходится самому все резать и пилить все делать ладно нет оставляем теперь то есть я там ставлю ключик но не смогу его толкнуть поэтому я возьму монтировочку и через турбину то есть как рычаг сейчас я ослаблю получается что он будет сейчас да сейчас там полностью встал и не теперь надо монтировку использовать как рычаг давлением на ключ ты помню что там не совсем ходила хотела заходить как что-то до первого раза а если ты здесь останешься 2 снега нет снизу можно засунуть руку можно засунуть руку но вообще не получится да то есть там точно ничего не получится надо мотор снять сразу подумал что здесь со снятием движка и будет удаление экологии со снятием двигателя ничего не получается потому что гайка стоит до состоится 7 неправильно давай попробуем снизу надавить то можно засунуть руку если не сильно поднять сесть на на корточки и попробуйте сорвать снизу ну учитывая что если я срывал сверху хоть и небольшим но удлинителем может и не вне получится слушай тут тут дело дело плохо дело плохо накидной который изгибистей он также у него вруча конечно будет побольше но также многогранный можно попробовать им тоже пока ключик новые грани и гаечка новая открутил ставил туда надо варить как это делать хитрый ключ потому что всякие накидные если вы тоже тот же колокольчик тоже все это не подходит я уже все пробовал у меня есть колокольчик изгибистый нет то есть надо будет какой-то шестигранный ключ брать и что-то какой-то придумать отдельный а сейчас я его просто вставил там было немного места взял вот так вот лом вот этот и сделал как рычаг вот и все затягивает вполне возможно что будем также но я немножко затягивал прошлые разы по-другому то есть у нас три точки все очень просто вот у нас три точки раз два три то есть мы затягиваем сперва первую нижнюю которая сложная и когда у нас будет возможность затягивать оставшиеся первую вторую то нагрузка на эту возрастет то есть именно вот здесь на прокладку поэтому ничего не открутится и ничего не будет пропускать сперва затягиваем неудобную потом затягиваем удобным в отличие от других машин вытаскивается очень хорошо потому что современных евро шестых так как они там накрутили на вертели иногда приходится отворачивать опоры двигателя отводить мотор приопускать разбирать что-то еще лишнее то есть здесь вот как бы открутился как положено и вытащил вот так это ракета у нас выглядит вот этот чехол полностью снимается отгибаются защитный теплоэкран то есть если раньше он прикручивался то теперь он вот так снимается он весь снимется с одной стороны и с другой эту часть мы трогать не будем он нас снимется и все вот он вот тут есть небольшие прихватки их надо будет убрать вот он она прямо отлетает легко и потом наверно все на всех остальных я конечно прихватывал потом чтобы не вибрировала так здесь отстегнули вот один болтик у нас здесь болтик трубочки с трубочками как бы вы ни не пытались и старались вот этот штуцер который вкручивается он оттуда не открутится поверьте мне я пробовал это бесполезно пилишь греешь и крутишь все вырывается с резьбой это бесполезно поэтому в трубочку здесь мы открутим здесь открутим и и так как это все потом не будет работать я и болгарочка спиливаю здесь спиливаю там завариваю потом трубочку подставляю и заваривать и все и все дела а здесь визуально остается как будто бы все таки есть ну и все вот так сейчас отщелкиваем убираем так ну че все выбили смотрите вот так один теплоэкран отсоединяется вот так второй потом все это подсоединится защелкнется кое-где вот тут местах прихватиться вот так выглядит то есть у нас уже пустая банка также ее подставляем меточки все поставили заварим по трубочкам то есть все будет визуально как положено вот у нас куча с мочевины в мочевине вы никогда не увидите грязь она всегда будет чистая она самая последняя там никогда проблем нет это у нас каталик сам который здесь тоже вы ничего не увидите то есть проблема всегда сажен фильтр вот это сажен фильтр и вот допустим берем вот чистый кусочек как должен выглядеть и вот как выглядит у нас вот здесь вот видите то есть все забито то есть здесь и здесь то есть вот он он забивается всегда в конце то есть это не нижняя часть верхняя часть у него будет чистая а нижняя забитая вот видим да и вот это уже с помощью прожига не прожечь это первое второе второе прожиг здесь мы пытались включить но так как часть система отключена мочевину они отшили отключили то есть запуск и прожиг он сделать нам не дает ну что в принципе все коллектора готовы помыты почистены новые прокладочки по этим трубочкам все почистится промоется и все в обратном порядке то есть итог того что если мы делаем то делаем один раз то есть все уже полным комплексом сделали и забыли ну все пока до новых встреч